Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение партии Закарфаген в Сидмерс Цивилизейшн 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала, а не с середины. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу, а для подписчиков они выходят раз в сутки. Ну и параллельно я выкладываю ФФА-сериал в 6-й Циве за Финикию, то есть это одни и те же цивилизации в принципе. В 5-й Карфаген, в 6-й Финикия и интересно сравнить, как меняется игровой стиль и как меняются способности цивилизации от серии к серии. Так что посмотрите и его. Так что приятного продолжения просмотра. Вот и кстати, Лёш, сейчас правила нарушил. За 15 минут до конца года долбил к Валериуму. Ладно, без разницы, просто не успеваю ходить. Ну просто то, что теоретически я бы мог ее подвинуть, если она планирует. Нет, я ничего не говорю просто. Ну, она что не ходила? Она ходила, нет, ну просто я на будущем. Туда я отошел. Сюда надо. Так. Так. Ну иначе все. Сюда надо. Сюда надо. Как тяжело это все. Так, покупаем ученых, открываем Теху, Рокки 3, вторых покупаем ученых. Боже, сколько у меня веры. Боль и страдания, как всегда, из-за собственной тупости. Странно ты ее спрятал. Ну, как уж получилось. Так, парашютист. Чудо на апгрейд. Следующим ходом я открою, наверное, потому что ученого использую. Денег не так много, как хотелось бы. Денег не так много. Денег не так много. Блин, ну... Ну ладно, у меня есть файтеры. Хоть снизим это влияние. Да, я уже совсем забыл, как тут с самолетами играть. Вот просто вообще трындец. Как тот тотальный фейл. Где ученый, блядь? Что это за арбалет? Ага. Пойму, я могу обстреливать или нет. Все красное, все самолеты красные. Играет музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В двух клетках. Это хорошо будет штука работать. Надо еще построить... Но она не требует никакого там... Алюминия, например, внезапно. Так. Время апать. Продолжение следует... Рядышком со мной. Там с ней... Какой-то план зловещий связан. А у тебя как дела? Да все, надо брать. Файтера, сейчас я обгрызил. Ну... Ну... В этот... В... Как... В ракетстроение вышло. Он вот сейчас... На тебе айркрафт и следующий... Пусть его трогает сложно. Ну... Ну... Пусть... 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 Продолжение следует... 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 Ой, чё это я за? Правда, со мной никто не торгует А вот смысл предлагать эмбарго Карфагена, если со мной все воюют, никто не торгует Ну я тоже не совсем понял Я игнорировал Так меня об этом спрашивали ещё сто лет назад, когда никто не воевал Зачем спрашивали? Ну что внести в Конгресс Ааа Ну может тут этот сделать как раз Как его? Ну Крепость поставить Можешь файтером зачистить у Антверпена? Он для самолета мог долететь Кого мне убили? Зачищено О, тут нельзя ставить Тут есть генерал 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, где там у нас... Нанотехнологии... 8 ходов... Так, а собственно Oxford... Где... Два хода Oxford... Вот он XCOMы... Так что просто сделаем вот так... И вот так... Или стелсы... Ну блин, у меня... Три алюминия... Ну что мне сделать... Три алюминия... Просто так... Без помощи... Он меня отобьет... Понятно... В смысле... Типа... 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 типа если в этот ход зачистишь я могу разрядиться сколько мог очистил там но не полностью так знаете что надо отступить в связи с тем что я буду искомы делать стреляй по городу я юнитов перебил всех по городу я могу шляпнуть дорожок не проблема может его себе поставишь и как-то задаром на него ну теперь я просто могу с флоренцией аналогично сделать это на твое смотрение но я бы был не против 70 процентов отбивная из вавилона да она самая конечно другое слово напрашивается поменял сука тайна харрер до объективных что мне делать уже нечего же объективно тирана на вавилон нападать и захватывать его города нельзя нет это где пройти планы не противосмысл какой он должен типа на моих городах тебя обогнать нет на сука тай он должен меня обогнать ну а смысл сука тай захватывает есть понимаешь если он просто захватил его да просто ну вот да я там воюю он захватил он он при этом тирать теряет свои свои города он уже потерял харрер который будет сожжен просто он будет уничтожен в пыль там будут людей просто фарш из них делать стоило того вот так с эфиопами обращались и офиопов много сука тай один сумма где-то еще мой вавилон настреливать выходи на честный бой это говорит человек который постреливал по антверпу ну там хрен знает откуда и заказ официально заявляю понял я долбаный харрер он захватил сейчас поле но это я я забыл просто все эти я забыл я просто забыл как она все работает могу я забыть ну чё скажешь господин приянин приеду тут так уж и не потому что относительно моего предложения ну все все давай обменяемся ты мне сукатайте харрер и забудем нашу войну я же и сукатай отобью с моря обратно зачем чем те харрера плох такие аж отобью сукатай все равно ты вижу я уже его отбиваю как будто как город государства запланировать и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 вообще стоит 25 но у меня уже шансов почти нет потому что векском уже по 6 а души это пойдет я тебе об этом говорю ходов 5 не ты говорил типа ты будешь что делать я говорю что безвыходно мне в какой городе посадить туда посадишь не понял как а а а а а а а а Продолжение следует... 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 давай кореец мир пошли на этого на вавилон ну а потом что типа мешает его убить а что тебе помешает нас убить но то что ты ее не потерял у тебя будет стоялся против которых мы ничего сделать не можем кореец я не знаю никто почти не играет вавилон только домики строил и стрелял с мальчиками все так пошли на него нападать ты еще шведа забрал боже кореец ну ты можешь что-нибудь сказать ну давай не идешь признаем победу вавилона идешь пошли воевать вот зачем сидеть молчать столько времени я не знаю что решать как бы все остальные вообще молчат кто все остальные нас тут заем с тобой осталось все вавилон только остался и фиоп вообще не игрок ну пошли на вавилон ну это такое твой был так хитрый дипломатический ход сказать про то что тебе лень дрочить и и как мне так ну давай признаем победу вавилона и пойдем спать господи смысл на меня нападать продолжать корейцу расскажи мне ну и потому что типа ну вот мое видение игры то что если вы меня убиваете ты типа выигрываешь сто процентов а если мы тебя не убиваем то ты на нас нападаешь стелсами у нас нету алюминия у меня три алюминия 3 алюминия все ну нет а какое решение это тогда должно быть спонул если ты вместе с ним меня убивают у тебя топовая демка по всем при этом ты типа меня до сих пор на 7 топовая демка при том что у меня эфиоп забирает все сиамские города сейчас и вы мне похерили всю экономику тут вариант только один если только ты нас забираешь стелсами в дальнейшем поэтому я не хотел дальше сидеть если вы если корейц продолжает на меня нападать смысл продолжать тут конкретно победа я могу я могу сразу сказать я тарафаген один не заговоряю так я воюю с ним ты видишь вавилон я чуть его не взял я имею я имею ввиду ты со своей стороны что я один лёшу не заговоряю это все бессмысленно в общем мы еще минут десять поиграли и решили закончить партию я считаю что здесь победил вавилон дело в том что у него в итоге оказалось 24 алюминия даже несмотря на то что он не брал автократию у меня всего три у кореи с автократией тоже очень мало алюминия и даже мы вдвоем никак не сможем противостоять стелсом ну тут много проблем я уже забыл как в пятерке играется понятно что моя главная ошибка это не взятие прокачки для бомбардировщиков на дополнительный радиус из-за этого я не дотянулся до города кореи потерял темп пока я брал антверпан кореец успел выйти в зенитки поставить их вокруг города город конечно так еще тяжело стоял но если бы я все взял правильно я самолеты выходил очень рано и кореец просто бы не смог защитить город он бы захватывался и дальше шло по накатанной и один на один с вавилоном я мог бы соперничать я бы не потерял столько юнитов при войне с ними двумя так как я был первый по демографии то конечно корейцу не было смысла со мной заключать мир когда там еще и вавилон вступил в войну все логично я кстати совершенно забыл как сетевых партиях в 5 циви воюется и меня это дико раздражает вот эти фаст клики вот эти высадки тебя там убивают по моему 6 циви в этом плане стало поудобнее единственный минус 6 циви так когда в разное время люди загружаются но это уже все решается просто битвами на счет там пост клик не так сильно решает как в 5 циви ну вот вам вообще как кажется вы видели и пятую шестую целые битвы по вашему мнению где война более приглядно ну и вот эти запреты 5 циви практически партии происходят без атомных ядерных бомб то есть кто не понял ли кто забыл сейчас в пятерку в сети играют только с ядерными ракетами то есть атомки нельзя строить и их можно использовать только после открытия мобильной пехоты при том что ядерки в пятерке слабее чем в шестерке так например чтобы снять защиту города полностью надо аж две ядерки это они до конца и снимается надо еще самолетами добивать и в итоге оказалось что единственное оружие вменяемые это стелсы а проблема стелсов в том что они не перехватываются ничем но это естественно баг игры который никак не правится в шестерке шестой циви перехваты ядерных ракет например поправили это уже можно отбиться от атаки в пятерке стелсы ультимативное оружие если у тебя есть достаточно алюминий ты выходишь в стелсы то ты победил а если прокачать еще и на авторемонт это опять же иногда запрещают что нельзя самолетом авторемонт брать то от стелсов отбиться невозможно и тут вавилон грамотно сыграл дал нам с корейцем повоевать кореец потерял юниты я потерял юниты и даже если мы сейчас бы объединились против вавилона мы ничего бы не могли уже сделать с науку у него вы видели чуть меньше чем у меня то есть стелсы совсем недалеко а я со своими тремя алюминиями да можно конечно там мусорные заводы выйти но пока я до них дойду вавилона уже будет 24 стелс у него 24 алюминия тем не менее в пятерку было приятно вернуться конечно но после шестой цивы пятерка уже выглядит немного куца какие ваши впечатления знаю что многие мои зрители продолжают много играть у нее но на данный момент шестая цива мне кажется более глубокой стратегии чем пятое ваше мнение конечно же жду в комментариях ну и как у вас сравнение карфагена с финикии двух одинаковых цивилизаций в разных цивах пишите все в комментариях жду спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока